На 39 секунде ролика мы видим, как российские военнослужащие проверяют или заправляют какие-то сумки и рюкзаки. Рядом стоят, вероятно, украинские военнослужащие или гражданские лица. При этом мы видим парня в центре, он стоит с рюкзаком, на него никто не обращает внимания, он придерживает руками рюкзак. При этом бутылка с водой стоит в какой-то сумке перед ним, а на 46 секунде мы видим уже этого же парня с бутылкой, которую он придерживает руками, и эти руки подняты. На 49 секунде мы видим его же крупным планом. Понятно, что это инсценировка, поскольку предположить, что после того, как он стоял с бутылкой с водой с поднятыми руками, он положил бутылку обратно и надел рюкзак, потому что мы видим, что на фотографии с поднятыми руками рюкзака у него нет, он придерживал его рукой на предыдущей фотографии. На 3 секунде мы видим группу людей с поднятыми руками, несколько человек из них одеты в военную форму, остальные гражданские. Когда на таймере минута и 7 секунд, мы видим еще одну группу, выходящую с белым флагом, в которой есть люди как в гражданском одеянии, так и в камуфляже. А еще раньше нам показывали фотографии людей, которые должны были бы присутствовать в этих группах, потому что все эти фотографии сняты на фоне одного и того же дома, одного и того же дерева. Эти фотографии появляются, когда на таймере минута 8 секунд, далее минута 17 секунд и далее минута 28 секунд. Ну, собственно, крупный план второй фотографии появляется еще когда минута 14. На этих трех фотографиях мы видим, что по меньшей мере два человека из трех представленных вряд ли принадлежат к вооруженным силам Украины, так как их одежда, амуниция не вполне соответствуют публику военных. Третий человек, вероятно, может быть военнослужащим, хотя его камуфляж тоже не вполне соответствует обмундированию вооруженных сил Украины. В любом случае, при демонстрации этих фотографий, разбросанных по всему ролику Сладкова от начала и до конца этого ролика, может сложиться впечатление массовости взятых в плен людей, а не всего лишь представителей двух небольших групп смешанного состава, состоящих в немалой степени из совершенно гражданских лиц. На 58 секунде мы видим фотографию с проверкой документов у группы людей, одетых в военную форму. После того, при таймере 1 минута 3 секунды, мы видим ту же самую группу людей, но уже на фоне военно-транспортного грузовика Российской Федерации, а также на дальнем плане можно видеть некоторое количество гражданских лиц, также стоящих с поднятыми руками. После этого идут фотографии другого сюжета, а при таймере 1 минута 21 секунда мы снова видим ту же самую группу, но уже в другом ракурсе. И, наконец, в конце ролика на таймере 1 минута 36 секунд мы опять-таки видим ту же самую группу, уже в другом ракурсе может сложиться впечатление, что она гораздо больше, чем на самом деле, потому что грузовики выглядят значительно меньшего размера. И если мы примерно посчитаем количество людей, которые мы видим, оно на этой фотографии не превышает 70-80 человек. Таким образом, если приплюсовать к той группе гражданских, которую мы видели, и нескольким раненых, которые показали в самом начале, то окажется, что огромное это количество в тысяча с лишним военно-пленных превращается на фотографиях корреспондента Сладкова в 100, 110, 120 человек смешанного состава, где есть люди, одетые в военную форму, и есть много людей в гражданской одежде и по всему виду являющихся гражданскими. Определить, кто здесь является военнослужащими вооруженных сил Украины, кто не является, невозможно. В ряде случаев одежда практически одинаковая и у тех, кто проверяет документы, и у тех, кто стоит как бы с поднятыми руками. Если бы действительно была какая-то грандиозная сдача более тысячи человек в плен, наверное, корреспондент Сладков снял бы гигантскую колонну, показал бы, как она движется. Тысяча человек это очень много. Два, по меньшей мере, полноценных батальона. Представить себе, что он бы не стал снимать видео и не показывать это невозможно. Поэтому эта подтасовка, когда в течение полутора минут в разных местах этого ролика показываются различные фотографии одних и тех же групп людей, свидетельствует о том, что весь ролик является в большой степени фейком, частью информационной войны. Я подполковник Ломтик, представитель вооруженных сил Украины, вооруженных сил Украины. Покажу службу на должности заместителя коммунира 36-й отдельной бригады московской пехоты по морально-постовическому обеспечению. В декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи управления проведения операций объединенных сил. После 24-го числа начала договорных действий бригада в составе бригады переместился на промежуточный рубеж в определенный ранее завод в районе завода «Изов-Маш» и выполнял задачи на протяжении месяца. В ходе выполнения этих задач личный состав бригады попал в окружение и не имел возможности отхода. 10-го и 11-го числа было принято решение о выходе личного состава по определенному указанному маршруту из указанного района. В составе группы выдвигался указанным направлением. В ходе возникших обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие. Мы сдались. Кроме того, появилось видео допроса замкомандира бригады сдавшихся морпехов. Легко увидеть, что на этой записи военнослужащие вооруженных сил Украины смотрят все время в сторону вниз, по-видимому, на заранее подготовленный текст и просто читает этот текст, а не рассказывает своими словами версию причин сдачи плен. Продолжение следует...